Дорогие мои, я вас приветствую. Тема про ответственность. Ответственность в жизни и состояние жертвы. Это два противоположных полюса. Размышления пришли, когда я в очередной раз общалась со своим мастером, который делает мне ремонт в квартире. И в очередной раз, он забывает просто, видимо, информацию. И в очередной раз он меня спрашивает, «А где телевизор у вас здесь будет?» Ну, там розетки нужно устанавливать. «А где будет телевизор?» Я говорю, «Телевизора не будет». Он опять на меня удивленно смотрит. Видимо, у него в голове, уже мы несколько раз об этом говорили, что телевизора не будет в моей квартире. Неоднократно говорили, но, видимо, это настолько парадоксальная для него мысль, что она не укладывается у него в голове. Как в смысле не будет телевизора в квартире? А это мой сосед, этот мастер, он мой сосед. И мы приятельствуем с женой, с его дружим. И я у них бывала дома. И две комнаты в квартире, и две плазмы вот такие вот висят, я не знаю, метр или больше. Два огромных телевизора на небольшую квартиру, то есть в спальне. И вот гостиная, кухня, там везде по телевизору. И когда я ему сейчас, вот в очередной раз, он мне говорит, «А телевизор где будет?» Я говорю, «Телевизора не будет». «Счастливый человек! Хотел бы я тоже так!» Слышали такое выражение «жертва обстоятельств». Вот всякое в жизни бывает. И действительно, порой обстоятельства складываются таким образом, что мы вроде бы никак не можем на них повлиять. Однако, когда мы потом вспоминаем, какие были эти обстоятельства, что была за ситуация, мы ведь придумываем с вами, находим какие-то варианты другого течения событий. Я могла бы вот так поступить. Ой, вот нужно было бы вот так сказать. А надо было уйти просто. Надо было выкинуть этот телевизор и так далее. Вот я на этом примере в очередной раз понимаю, вспоминая своё прошлое, потому что я жила, мы все в основном, мы так воспитанные, и такой строй вообще человеческого существования, мы так воспитанные, что в состоянии жертвы жить проще. Не надо брать ответственность даже за свои выборы. Вот, например, вот эта история с телевизором, когда он говорит, счастливый человек, вот мне бы типа так. Что может быть проще в ситуации с телевизором, как я, например, да, я не смотрю телевизор лет 7-8, там, ну, больше шести лет точно, ну, то есть, от слова совсем. Он у меня был. Я даже вот переехав сюда 5 лет назад, в Новороссийск, я привезла свой телевизор из Благовещенского, потому что он крутой, он такой красивый, он белый, он стоял у меня на белом камине. Ну, классный, крутой, дорогой телевизор, агрегат. Мне его подарили, как бы я даже новый не покупала. Ну, тогда нужно было, у меня мама все время тогда болела, она все время смотрела телевизор. Ну, не суть, в общем, у меня был телевизор. Я его здесь даже подключала, даже был там сколько-то там 200 каналов или что-то такое, я подключила вот эту вот телефонию с телевидением, интернет. И какое-то время здесь я как бы вот в это включилась, вот в это телевизионное просматривание. Ну, интересно, мне даже было интересно, что там показывают, потому что я давно не смотрела. И вот я сидела, вечерочком сядешь, и вот начинаешь от программы к программе, от программы к программе, и сидишь, и на вот это вот убиваешь, просто убиваешь свое время. Потому что везде какой-то бред. То, что я видела, слышала, ту информацию, этот входящий трафик, который я слышала из всех утюгов, из экрана, думаю, господи боже мой, и это насаждается, это людям вот это вбивается в мозги, и под гипнозом все находятся, просто не имея возможности отфильтровать, что полезное, что не полезное. Не все же смотрят только National Geographic, да? Все подряд. И в итоге я отключила телевизионию, вот это вот, все эти каналы. У меня телевизор стоял просто какое-то долгое время, отвернутый к стенке. То есть, ну, его функция для меня завершилась, я думаю, что навсегда. Все, что мне интересно, и в развлекательном контенте, и в обучающем контенте, я все это смотрю через интернет. У меня отличный экран iMac, большой экран, я там включаю, смотрю, у меня компьютер, я могу лежа в кровати, включить себе полезное или развлекательное, и смотреть то, что мне интересно. То, что мне полезно. Это не значит, что я даже сериал вчера смотрела допоздна. Детектив такой интересный, актеры красивые, я не могла оторваться. Но я смотрю тот сериал, который мне интересен в то время, когда мне нужно, не тогда, когда идет программа, а когда я могу. То есть, я имею возможность таким образом даже еще свое время разграничивать, выделять его для себя, когда мне это нужно. Потому что под телепрограмму или когда идет сериал какой-то, под это же тоже нужно время выделять, подстраиваться и так далее. А у меня есть свои дела, которые мне важно сделать в нужное мне время. Поэтому в этом плане еще тоже для меня важно свой режим развлечений, режим работы и так далее. И вот позиция жертвы, она в чем в данном случае? Либо ты жертва обстоятельств, либо ты хозяин обстоятельств. Я приняла ответственность на себя. Я продала этот телевизор крутой, который там под 40 тысяч стоил, я продала его на Авито за 5 тысяч. Ну просто кому-то он, ну вот хоть как-то пригодится. Люди же смотрят, сколько, 95, наверное, процентов населения все же в телевизоре. Это не хорошо, не плохо. Я принимаю выбор каждого. И позицию жертвы или хозяина обстоятельств я тоже принимаю, потому что, ну, во-первых, я сама в этом жила. И сейчас я прекрасно это вспоминаю. Я благодарна себе. Я благодарна себе за то, что я прошла крутейший курс трехмесячной программы с лайф-коучем, который мне первый человек в жизни мне сказал, когда я ему что-то рассказывала, свою ситуацию в жизни. Он говорит, он мне говорит, типичная позиция жертвы. Как жертвы? Я такая, я такая самостоятельная. Я столького добилась в жизни. Какая я жертва? Понимаете, мы не осознаём этих моментов. Плюс мы можем быть в состоянии и жертвы, и хозяина обстоятельств в разных ситуациях. Может такое быть параллельно. Но при этом самое главное, когда мы вступаем на путь хозяина обстоятельств, жизнь вообще меняется. Вот просто. И я понимаю, я вижу и слышу людей, которые говорят, ой, вам вот хорошо. Как бы, а я вот так не могу, понимаете? Тоже около 10 лет не смотрю телевизор, пишет Татьяна. Также считаю, что это трата времени. Тот контент, который мне нужен, смотрю в интернете. Это выбор, это ответственность, это выход из позиции жертвы. Жертва обстоятельств. Ну а что делать? Пойду смотреть телевизор и лейку в ухо, и мне туда вливают всё, что кому-то нужно, кому-то. Вам это не нужно. Более того, вот то, что нам показывают, да, в телевизоре, на, не то, что на основной, на всю эту массу информации, на всю эту массу событий, мы с вами повлиять никак не можем. Правда? То есть всё, что там происходит в мире, в стране, лично я повлиять никак не могу. Я могу лишь повлиять на тот процесс, который происходит вот прямо рядом, вот так, вокруг меня, на те выборы, которые я совершаю, на людей, с которыми я выбираю общаться или не общаться. Вот это моя ответственность. Вот тут я вышла из позиции жертвы на 100%. Я своё окружение отфильтровала на 200%. И это такое преимущество для жизни вы даже не представляете. Поэтому, что вы думаете, как, кем вы себя считаете? Жертвой обстоятельств или хозяином обстоятельств? Напишите, вот, или вы только задумались над этим, или вы вообще не думали над этим. Напишите, первый раз об этом слышу, или только задумалась над этим. Многие мне пишут о том, что благодаря вашим эфирам я стала думать вот об этом, об этом и об этом. И о личных границах, в том числе. Здесь, вот, в состоянии жертвы, в позиции жертвы, здесь намешано очень много. И мы, что это? Это обвинение других людей в тех событиях, которые происходят в нашей жизни. Вот это вот позиция жертвы. Правительство, муж, дети, родители, государство, соседи, погода. Все виноваты, а я ни при чём. Вот это позиция жертвы. Когда я говорю, да, погода была отстой, но я, тем не менее, я выбрала, и я поехала, чтобы провести там встречу, и мне это дало вот то-то, то-то и то-то. Жизнь очень многогранна, бывает и так, и так. Да, вот я также вот говорю, что можно быть и в позиции жертвы, и в позиции хозяина обстоятельств. Но при этом всё равно потом, когда осознаёшь, что да, я вот там где-то повелась на какие-то обстоятельства, да, и так Татьяна пишет, что жизнь может и так, и так поворачиваться. Но потом можно всё равно как бы посмотреть эту ситуацию как бы уже в более осознанном состоянии, да, и перейти в позицию хозяина обстоятельств. И решать, и делать, принимать какие-то решения, и предпринимать какие-то действия, которые помогут выйти вам из этой ситуации победителем. Танюша пишет, только начинаю задумываться, как раз после ваших эфиров и пришла к осознанию, и стала анализировать, видимо, да. И ко мне это пришло уже после 50 лет. Представляете, когда мне там в 52 года, вот я работала с лайф-коучем, и он мне сказал эту фразу, которая меня просто выдернула из состояния неосознанности, что да, это позиция жертвы. И я тогда начала об этом задумываться. И я рада, когда уже более молодые люди, сейчас столько информации об этом, я так этому радуюсь, что больше и больше людей приходят к состоянию ответственности за свою жизнь. И вы становитесь счастливее при этом. Вот я точно стала счастливее, уже пройдя вот такой вот путь. Всего лишь за несколько лет. Татьяна пишет, конечно, жизнь становится более осознанной, и это очень просто, ясно осознавать. Жизнь становится более осознанной. Да, видите, мы даже одинаковыми словами с вами говорим, Татьяна. Когда ты осознаёшь позицию свою, начинаешь, ты имеешь возможность выбирать. Смотреть тебе телевизор или не смотреть. Приятно, да, Татьяна пишет, приятно становится жить, да. Просто приятно осознавать. Кому ещё понятна вот эта тема позиции жертвы обстоятельств и хозяина обстоятельств? Кому понятно, напишите плюсики. Или какие-то размышления на эту тему, что вы стали тоже задумываться над этим. Но это же так интересно. Да, это так интересно. Мне так интересно наблюдать за людьми. И самое главное здесь ещё, знаете, какой момент? Не пускаться в осуждение. Вот мне сосед говорит, вот я вот как бы хорошо вам, а я вот так не могу. Ну окей, это твой выбор. Просто я это принимаю. Это не хорошо, не плохо. Тебе вот так нормально. Мне тоже так когда-то было нормально, поэтому я прекрасно это понимаю. Ахаха, я тоже к 50 годам, Татьяна. Танюша написала, я тоже к 50 годам. Я периодически вам повторяю такую фразу. Опыт приходит с годами, но иногда годы приходят одни. Вот даже к 50 годам. Но это же классно. Это же классно, что вам даже к этому возрасту, но пришло понимание, пришло сознание, пришла определённая мудрость. Это классно. И вы можете этим делиться, передавать своим детям, своему окружению. Вот влияние людей. Мы же всё получаем в этой жизни через людей. И горести, и радости, и опыты, и мудрость. Со временем я стала хозяином обстоятельств. В других красках стала, пишет Елена. Стала хозяином обстоятельств, и жизнь заиграла другими красками. Вот так и есть. Так и есть. Правда? И когда ты чувствуешь, да, я не отрицаю присутствие и воздействие на нас каких-то высших сил. Мы никогда этого не узнаем. Нам не дадут такой возможности. Только, может быть, там где-то в другой жизни, в других измерениях и так далее. Возможно, там есть эта информация. Но человеку, живущему на Земле, нам этого не дадут. Вот просто понимать. Но я верю в то, что есть какой-то высший разум, который даёт нам какое-то предназначение в этой жизни. Это есть. Но для каждого из нас есть всегда развилка выбора. Да? То есть высший разум говорит, ну окей, ты вот здесь сейчас находишься, что ты выбираешь? А там я для тебя прострою уже дальше пространство, и именно благодаря твоему выбору. Иногда, правда, бывает так, что кажется, ну не было другого выбора. И чтобы не корить себя, я давала уже вам вот такую простую практику, чтобы без чувства самообесценивания, что я, вот я же могла, что я такая глупая, что я так поступила, что в себя не обесценивать, да, скажите просто себе, вот если вы говорите, например, себе такую фразу, вот я могла бы поступить тогда другим образом, и всё бы сложилось бы по-другому. Запишите её себе, если у вас есть какое-то состояние, ну чувство вины это называют, за какую-то ситуацию в жизни. Скажите сейчас себе, что если вы думаете, что я могла бы по-другому, скажите себе, если могла бы, сделала бы, тогда это был наилучший вариант исхода событий. И всё. Если могла бы, сделала бы, значит не могла. И всё. И чувство вины у вас просто на этой фразе отлетает, и вы позволяете той ситуации быть такой, как она была, просто получив из этого опыт. Совсем недавно, Светлана пишет, совсем недавно начала над этим задумываться благодаря вам. Информации очень много на эту тему, только учусь осознанности. Ну, прекрасно, я вас поздравляю, я рада, что я стала для вас вот таким проводником, что вы стали задумываться над этим. И я иной раз думаю, вот я сейчас, видите, я как бы вот в состоянии параллельно, я многозадачная личность, я параллельно, у меня тут уход за волосами, уход за лицом, там работа идёт, мне эти мысли крутятся в голове, я вот думаю про своего этого мастера с этим телевизором, анализирую и думаю, я выйду, а может не надо выходить в эфир с этой темой. Но я понимаю, что для кого-то, вот сейчас кто-то прямо по эту сторону, по другую сторону экрана, кто-то смотрит и понимает, блин, вот ну точно же, вот так и есть. Потому что когда-то кто-то мне передал эти знания, что-то я приобрела сама. И вот та, ну дорогая, прям очень дорогая программа с лайфкоучем, которая перевернула мою жизнь на 180 градусов, это то, чем я сейчас делюсь с вами. Вот и в открытых эфирах, и в наших проектах, и в своих сеансах нейропрактики. Вы это видите, вы это знаете, и вам это помогает. И вы после того, как у вас появилось зёрнышко, которое вы получили, вот от меня в частности, да, вы идёте и поливаете это зёрнышко уже где-то в других, вот ищите другую информацию. И все, ну это путь, это путь развития личности. Вам это пришло, вам это откликнулось, и вы продолжаете свой сад питать и развивать. Вы большие умницы. Елена пишет, спасибо, Юлианочка, надо ваши слова дочери передать, а то она корит себя в том, что не поступила в тот универ, куда хотела, и третий год переживает и ругает себя. Покажите ей этот эфир, я его обязательно сохраню, выложу на ютубе, покажите ей, потому что иногда, знаете, нет пророка в своём отечестве, вы ей скажете, а она вот так вот, мы же, как мы к мамам относимся, ну это же наши родненькие, что они там знают, я же знаю больше, чем мама, понимаете. Поэтому покажите ей мой эфир, скажите, вот хочешь посмотри, там вот на 20-й минуте эфира, не на 20-й, ну там на 15-й минуте, фраза, которая, возможно, тебе поможет. Не, как бы не прессингуем своих детей, своих близких, ей для чего-то нужно вот сейчас попереживать 3 года, понимаете. Для чего-то ей нужно, мы же сами тоже с вами, сколько мы себя корили, винились за какие-то ситуации, нам нужно было прожить вот эти эмоции, чтобы сейчас прийти к пониманию того, услышать вот эту фразу, если бы надо было тебе туда, доченька, поступить, ты бы поступила. Значит, это лучший вариант развития событий для тебя. Мы не знаем, чем закончилось бы твое поступление, твое образование, по какой тропинке ты бы пошла, если бы этот выбор состоялся, если бы это поступление состоялось. А всё сложилось так, как должно было сложиться. Вот здесь высшие силы нас каким-то образом порой направляют, мы не знаем для чего. Но что-то в жизни потом происходит, и, возможно, дочь ваша тоже когда-нибудь поймёт, скажет, вот, а если бы я поступила тогда, то у меня бы не было вот этого в жизни, если бы была вот здесь вот эта реальность, то вот этой бы не было, а здесь у меня есть то-то, то-то, то-то и то-то. И благодаря этому я имею то-то, то-то, то-то и то-то. Вот так работает пространство для нас, где-то направляя, где-то заставляя идти каким-то путём нам неведомым, и мы думаем, боже мой, ещё одна фраза вам в завершение. Она может быть, может, вот, если вы думаете, вот, ну, за что мне вот это, я не поступила, за что мне такие испытания? Я недавно записывала про это эфир. Меняем формулировку и говорим, для чего? Для чего я не поступила в тот институт? Что сейчас происходит в моей жизни? Какие уроки, какой опыт я получаю вот прямо сейчас за вот эти два года, которые я не там, где хотелось бы? Ну, не пустили вас туда. Для чего-то это было так нужно. На вас, у высших сил, есть какие-то другие планы. Если вы пока что не поняли, но ничего страшного, ищите. Ищите смысл в том, что происходит с вами сейчас. Для чего вот сегодня вот такая погода в моей реальности? Для чего я сейчас слушаю Юлианну, о чём она это говорит? Для чего мне эта информация? Поэтому, когда мы смотрим телевизор или не смотрим, когда мы смотрим какой-то блок информации, которая нам отзывается, интересно, прям захватывает нас, думаю, а для чего мне это нужно в жизни? Просто задаём себе вопрос, для чего? И тогда какие-то осознания будут приходить к вам больше. Поэтому пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу позиции жертвы, по поводу хозяина обстоятельств, как у вас на сегодняшний день складывается вот это состояние, научились ли вы трансформировать и задавать себе мудрые вопросы? Я была очень рада с вами этим поделиться. Вот отдала это в пространство. Мне, во-первых, и легче стало, и я знаю, что это точно кому-то очень-очень нужно и полезно. Я вас обняла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!